Волонтеры каждый день приезжали, чтобы покормить подопечных. Одна из активисток, которая отправилась в провизию в эти выходные, обнаружила бездыханные тела животных. Судя по характеру ранений, зоозащитники предположили, что собак застрелили, а потом извлекли пули. На сегодняшний день пришла такая информация, что специалисты посмотрели и дали такое заключение, что собак предварительно оглушили. Об этом свидетельствуют обломки ледянок, вот этих вот пластиковых, которые лежали сломанные возле собак. Их оглушили и забивали кольями, то есть деревянными. Они были разбросаны рядом. Было столько обломков вот этих веток, как будто после урагана, вот место бойни. Сладкий такой. Давай ушки посмотрим. Эти кадры, где Джек и Моти, еще живы. Очередное подтверждение того, что собаки не представляли никакой угрозы для человека, говорят волонтеры. Дворняги были очень ласковыми. Кроме того, опекуны и простерилизовали животных. Это все равно, что убить детей, потому что собаки были адекватные, очень добрые, очень ориентированные на человека. Ни в коем случае не опасные. За ними смотрели. Каждый день ездили волонтеры. Единственное, что не успели их пристроить. С животными расправились докхантеры, то есть охотники за собаками. Недели ранее они отравили двух домашних питомцев в поселке Замеликеси. Недавно состоялся митинг, направленный на защиту животных. На защиту бездомных животных и прав животных вообще. После этого события активировались такие случаи по истреблению животных. Волонтеры написали заявление в полицию и намерены добиваться того, чтобы по факту убийства Джека и Моти было возбуждено уголовное дело. Эльвира Ермакова, Петр Греков, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.